Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Относительно недавно свет увидел трейлер новенькой части The Crew с подзаголовком Motorfest. Это вроде как должно было быть крупным DLC для The Crew 2, но оно оказалось настолько большим, что юбики решили сделать это отдельной полноценной игрой. И вот на фоне всех этих новостей я решил вспомнить и поговорить о пока что последней части этой гоночной аркады. Сказать честно, в первый раз The Crew 2 мне не зашла от слова совсем, я просто-напросто не понимал в чем ее смысл. Мир казался слишком пустым, графика откровенно слабоватая, физика поведения машин показалась совсем грустной, особенно после Forza Horizon 4. Но я дал игре второй шанс и да, она мне очень даже понравилась в итоге, но минусов в ней конечно, тонна и маленькая тележка. О проблемах и достоинствах игры и о том, от чего должна избавиться новая The Crew Motorfest на мой взгляд, я расскажу ближе к концу, а сейчас поговорим о The Crew 2 поподробнее. Игру разработала студия Ivory Tower, а издала ее Ubisoft в 2018 году. В отличие от первой части с захватывающим криминальным сюжетом, вторая Crew не имеет никакого сюжета. Теперь The Crew это такой гоночный фестиваль по концепции, похожий на фестиваль Хорайзен из серии игр Forza Horizon. Игроку представляется вся карта США, разумеется, масштабом поменьше оригинала, но все равно весьма внушительных размеров. Рассекать по этой огромной территории игроку предстоит на довольно большом количестве машин. Автопарк в игре немаленький. И да, говоря автопарк, я имею ввиду не только тачки, но и мотоциклы, катера, самолеты и... Эээ... вертолет? Зачем он там нужен? Непонятно. Он просто есть. Для него даже нет никаких активностей. В игре есть 4 основных вида гонок. Стритрейсинг, офроуд, фристайл и прорейсинг. Которые в свою очередь делятся на подкатегории. В стритрейсинг входят такие гонки, как внезапно, собственно, сам стритрейс, дрифт, драг и заезды на гиперкарах. Гонки на которых в игре одни из самых длительных и сложных. Но сейчас обо всем немного подробнее. Про стритрейсинг много говорить особо нечего, вы все знаете и без меня, я думаю. Единственное, что скажу, это то, что в этих стритрейс гонках нет полиции, что немного разочаровывает. Ведь гонки в игре все официальные. Хотя нет, вру. Есть тематические заезды, где ты в роли копа за отведенное время должен разбить несколько машин. Но это не то. Хотя и прикольно, надо признать. Дрифт в игре очень простой. Машинки охотно входят в занос, вам даже не придется жать ручник или что там обычно для этого делается. Главная задача в дрифте здесь, как можно дольше удерживать тачку в заносе и набирать множители очков, которые сбрасываются, если, например, врезаться в отбойник или некоторое время ехать просто прямо, не входя в занос. Про дрэг, как и про стритрейс, тут тоже говорить особо нечего. Единственное, что тут важно, это прогрев покрышек, привет про стрит, и своевременное переключение передач. Кстати, если играете с другом, вы можете помогать друг другу набирать в дрэге еще больше очков, разгоняя друг друга посредством слепстрима. Гонки на гиперкарах в Докрю 2 самые длительные по времени. Самый продолжительный заезд в этой категории – это гонка Нью-Йорк, которая длится без преувеличения около получаса, иногда даже больше, в зависимости от вашего умения входить в повороты. Это что-то наподобие гонки Голиаф в Форзе, но в несколько раз дольше. Ох, сколько же нервов я потратил на этот заезд, ведь физика поведения авто в игре, скажем так, иногда ведет себя не очень адекватно. В категорию оффроуд входят такие виды заездов, как ралли-рейд, мотокросс, ралли-кросс и ховер-крафт – это гонки на лодках на воздушной подушке. В ралли-рейде все довольно просто – из точки А в точку Б по пересеченной местности нужно доехать на своем внедорожнике. Ралли-кросс – это просто кольцевые гонки по грязи. Иногда еще по асфальту, но чаще по грязи. Тут ничего особенного, но тем не менее, это один из моих любимых режимов в игре. Так, 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 поправочка. В ралли-кроссе нет только кольцевые гонки, есть еще и из точки А в точку Б. Все, исправился. В мотокроссе игроку предстоит гоняться на кроссовых мотоциклах, и это, скажу прямо, ужасно. Кроссовые мотики в игре управляются просто отвратительно, это просто куски говна на колесах, уж простите, которыми невозможно управлять. Но есть и положительный момент, между прочим. Это задание, где надо делать всякие трюки и прыгать на трамплинах. В этом плане тут все немного лучше, ибо это веселее, чем гоняться по говну с ботами, наворачивая круг за кругом. Из похожего здесь есть заезды на монстр-траках. Вам дается полигон с трамплинами, на котором вы крутите сальто и набираете очки. Также на этих монстр-траках есть обычные заезды с соперниками, но это не так весело. Pro Racing это такие супер официальные гонки на треках, в которых, собственно говоря, ничего особенного нет, учитывая физику игры. Но тем не менее, почему бы и нет, собственно. Иногда это даже весело. Еще в игре есть заезды Life Extreme. Они очень похожи на гонки с боссами, но единственное отличие в том, что вместо одного соперника у вас их несколько. И в течение всего заезда у вас несколько раз меняется вид транспорта. И, кстати говоря, опять же, вспоминая Forza Horizon уже в миллиардный раз, это чем-то напоминает показательные заезды оттуда. Этот Life Extreme мне чем-то напоминает еще, кстати говоря, игру Split Second, только без взрывов и всякой жести. Потому что это тоже своего рода такое телешоу эпичное, такое монументальное, очень эффектное, но более цивилизованное, скажем так. Такое вот небольшое отступление. Ставь лайк, если ждешь Split Second 2. Также тут имеется режим Derby. Довольно фановый режим, кстати, в котором можно залипнуть на часик-другой. Авто очень эффектно разлетаются на части, жестко друг с другом сталкиваются и взрываются. И все это благодаря тому, что в отличие от всех остальных тачек в игре, они не лицензированы. Физическая модель поведения авто в игре за всю ее долгую историю сменялась несколько раз. И на данный момент она, как мне кажется, самая лучшая из всех, что были в серии в принципе. У машин появился крен при поворотах и как будто бы вес, что ли. И это побуждает следить за машиной во время гонки и более внимательно и более вдумчиво входить в повороты. Ибо в противном случае тебя, конечно, не перевернет, но страс и машина снесет точно. Про катера, самолеты и, да простят меня боги всех конфессий, ховерборды на воздушных подушках сказать ничего не могу, ибо говорить там действительно не о чем. Разве что могу посоветовать на самолетах летать, играя с геймпада, ибо на клаве это очень и очень больно. Мотоциклы. Ну, они просто норм, кроме вот этих вот. И еще немного про физику в игре, но только не про поведение машин на трассе, а про окружение. Меня очень бесит Декрю 2 то, что всякие мелкие предметы, которые, казалось бы, машина должна сбить на полной скорости, не сбиваются. Ты едешь на скорости 350 плюс километров в час, врезаешься вот в это, и машина моментально останавливается. Ну, это просто тупо. Хотя некоторые мелкие предметы сбиваются, а некоторые не сбиваются, и это очень раздражает. Хотелось бы, чтобы в Моторфесте было так, как в Форсе. То есть ты едешь просто по пересеченке, и всякая мелочь просто беспрепятственно сбивается, не нарушая темп гонки. Еще было бы неплохо, если бы некоторые, ну, хотя бы некоторые отбойники сбивались. И опять же, так же, как в Форсе. Потому что в Декрю 2 иногда, ну, это очень мешает. Потому что когда во время гонки, например, ты, ну, случайно вылетаешь с трассы, и тебе надо обратно на нее заехать. Ну, было бы неплохо сбить этот отбойник и просто продолжить гонку. Но нет, в игре нужно нажать кнопку, которая спаунит тебя на дорогу, и продолжать гонку. И иногда тебя спаунит почему-то очень далеко от контрольной точки, что странно и очень бесит иногда. Еще было бы неплохо, если бы в Декрю Моторфест добавили перемотку времени. Да, я казуал, ну уж простите. Но мне дорого мое время. Я не хочу каждый раз, врезаясь в дерево или еще во что-нибудь, начинать гонку заново. Я хочу отмотать и продолжить. Да, пускай будет не так, как в Форсе, с бесконечным количеством перематываний, а, скажем, три перематывания на гонку, чтобы было, ну, не так уж читерски. Просто бывает обидно, когда ты, например, едешь в гонку Нью-Йорк уже полчаса, врезаешься в какое-нибудь гребанное дерево, тебя моментально обгоняют твои оппоненты, и все эти полчаса просто коту под хвост. И ты зря ехал эти полчаса. И ты уже не получишь то количество денег, которое мог бы получить, если бы приехал первым. Еще бы очень хотелось, чтобы в Декрю Моторфест добавили кнопку, которая удаляет все ненужные детали. Потому что Декрю 2 это постоянный гемор. Тебе каждый раз приходится заходить в склад твоих деталей и удалять по одной на протяжении часа, грубо говоря. Пожалуйста, добавьте кнопку, которая удалит все ненужные детали. Потому что каждый раз, когда заканчивается гонка, и тебе выпадают вот эти призовые детали после этой гонки, ты их просто не можешь взять, потому что у тебя нет места. В общем, это очень душно. Пожалуйста, уберите. Умоляю. Графика и детализация. Учитывая огромные размеры карты, низкая детализация мира более чем закономерна. Вы просто представьте, как бы сильно грузила систему эта игра, будь там проработка мира, как в Хорайзоне 4. Да, сегодня очень много сравнений с Форзой Хорайзон, потому что они напрашиваются сами собой. Но справедливости ради, освещение в Декрю 2 может творить вот такие вот классные виды. Особенно классная игра выглядит в ночную дождливую погоду где-нибудь в Нью-Йорке или другом большом городе. И напоследок все-таки о положительных сторонах этой игры. Декрю 2 вышла на минуточку 6 лет назад, в 2018 году, и поддерживается до сих пор, что, конечно же, нонсенс для Юбисофт, но таков факт. Она поддерживается, и это прекрасно. Моторпасс можно купить, просто играя в игру и накапливая донатную валюту. Да, это будет долго, но это можно сделать. Игра сама тебе начисляет донатную валюту за... просто за то, что ты в нее играешь. Разработчики постоянно добавляют какие-то новые заезды. Вот в игру, например, добавляли гонки во время песчаной бури. Это выглядит очень круто и играется очень фаново. Ну, мне лично очень понравилось. Каждую неделю разработчики добавляют в саммит какие-то новые заезды. Это что-то типа рейтинговой игры в Декрю. И чем выше твое место в рейтинге, тем круче будет лут, который ты получишь. Скажем, за первое место тебе дадут тачку. За второе, там, бампер, например, и что-нибудь в таком духе. И чем ниже, тем скромнее подарки. Но они всегда есть. Сравнительно недавно они обновляли графику и освещение. Добавляли какие-то новые текстуры. Правили физику. И это прекрасно. Игру поддерживают. Про нее не забывают. Несмотря на то, что она не особо-то и прибыльная, они все равно поддерживают в ней жизнь. Несмотря на то, что онлайн в игре, ну, не самый большой. И на этом, пожалуй, все. Все, что я хотел сказать, я сказал. Вполне вероятно, что я что-то упустил. Если же я что-то все-таки упустил, на ваш взгляд, пишите об этом в комментариях. Можно это обсудить. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.